МОТО ВИГЛ КОМИШИН МВС Пользуясь случаем, пока ребенок в садике, а второй ребенок спит я решил заехать в МВС сделать две вещи или хотя бы одну из двух, любую первое мне надо сделать, это зайти сюда в главный центр, вот там сзади и на моих правах поменять, чтобы адрес потому что права здесь играют роль ID карточки твоего, как паспорта, так сказать, внутреннего там пишется адрес так сказать, прописка вот, можно его не менять я поменял адрес онлайн но если ты хочешь, чтобы на самих правах адрес поменялся, надо все-таки заехать лично заплатить, по-моему, там 10 долларов в ФИ возможно, меня сфотографируют вот таким, вот какой есть и выдадут новые почему это удобно, когда там адрес есть потому что ты везде его удостоверение, этот драйвер-лайсенс везде скидываешь даешь, когда надо твой адрес заверифицировать ну, в общем, это удобно говорит, что вот, смотрите, я вам дал там адрес другой но это будет головняк еще тут вот, ну попробую сейчас узнаю, что там надо от меня второе это вот туда чуть дальше вот чуть дальше туда следующий поворот там такие окошки вот, как на как на мойке это тоже отделение от МВС но там делают инспекцию вот этот стикер, который у меня на на машине он истекает в октябре то есть сейчас уже октябрь я так понимаю до конца октября надо заехать чтобы они сделали инспекцию они проверяют выхлопы что нет не горит engine check двигатель и по-моему, все ну и все третью вещь, которую надо было сделать это регистрация я это сделал онлайн на мою машину стоит 71,5 доллара по-моему со всякими фи-таксами там 73 доллара это надо делать раз в год регистрация на авто но это делается онлайн фу по-моему, все пойдем первую вещь попробуем сделать ну что первую вещь мне сделать не удалось кто помнит вот эти вот мои видео самые первые сентябрьские октябрьские 2017 года вот такую вот формочку одна из первых я заполнял на прохождение экзамена и на получение прав так вот сейчас чтобы получить просто новую копию своих драйвер-лайсенс просто с измеренным адресом нужно полностью проходить с экспоинт верификейшн так же само заполнять вот эту карточку предоставлять документов разной ценности в очках чтобы набралось 6 очков ну короче я сейчас не готов у меня нет подтверждения адреса мне нужен лиз договор аренды квартиры с собой взять что-нибудь еще но наверняка у меня просто не наберется социал секьюрити у меня не с собой потому что его нет смысла с собой носить ну тогда поехали вот туда попробуем хотя бы инспекцию пройти перед тем как туда ехать я вспомнил что надо достать регистрацию и гайку мою страховку по-моему три вещи которые надо будет вот там предъявить естественно офигенно видно это регистрация на машину страховку и права вроде все со мной погнали вот так вот подъезжаешь пикаешься дают тебе номерок прям как реально на парковку вон там справа кабинки такой круг надо будет что-то сделать опускаем окошко take wait time ticket и в обратном нажимаем кнопочку берем номерок есть номерок обычный ничего такого выдающегося обычная бумажка как на парковку все поехали в очередь не думаю что сейчас будет очередь потому что сейчас пол второго дня prime time подъем вот как сегодня вообще я отключаю меню с дядей мне покажут куда ехать You are all set сказала мне тетя ну это оказалось тетя просто все происходит очень быстро занимает минут 5 да, я был прав надо было ей дать регистрацию driver license права и страховку причем она справедливо заметила что страховка у меня здесь лежит просроченная и надо просто где-то найти где у меня обновленный ну не суть как и регистрация на авто я ее обновил онлайн она до октября еще как бы действует хорошо, все что делает это специальным этим лопаточкой срезает вот эту штучку и потом клеит новую я так понимаю еще на 2 года до 21 года ну в прошлый раз с 17 до 19 на 2 года и сейчас на 2 года это бесплатно самое интересное что как я уже говорил еще в предыдущих видео 2 года назад что это от штата к штату зависит потому что в той же самой соседней Пенсильвании это стоит денег по-моему 60 или 70 бачей и продлевают не вот так вот на 2 года, на 4, на 3 а каждый год Серега на этой машине перед продажей мне вот каждый год эту инспекцию проходил за 60 или что-то в почте и здесь это бесплатно ну все, поехал я домой соберу документы на 6-point verification и когда-нибудь в следующий раз заеду в ABC поменять права может даже к тому времени побреют чтобы он красивый ну чуть чуть менее красивым чем сейчас спасибо спасибо